Здравствуйте! Меня зовут Нелли Гизатулина. Вы смотрите новость у Тымазинского района на телеканале ЮТВ. Каждую среду в 21.45 мы рассказываем об интересных людях и событиях, произошедших за неделю. Сегодня смотрите выпуски. В Тымазах началось строительство ковид-госпиталя. В деревне Кондракуль провели праздник гусиного пера КАСМС. В Октябрьском проходит социальный проект для женщин. Начнем выпуск коротких новостей. В Тымазах началось строительство ковид-госпиталя. Сейчас на площадке проводят планировку земляных работ. Строители уже сняли почву, растительный слой и сделали отсыпку под возведение строительного городка, а также подготовили площадку для складирования стройматериалов. В работах задействованы 15 единиц спидтехники, экскаваторы и бульдозеры, которые ровняют участок, самосвалы. Они выводят чернозем и доставляют на стройплощадку щебень и гравий. Строители скоро приступят к обустройству канализации, заливке фундамента и возведению модулей будущего госпиталя. Средства на строительство госпиталя направят из республиканского бюджета. В Тымазинском районе стала доброй традицией проведения народного праздника гусиного пера КАСМС. Он прошел в селе Кондракуль в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Подобные мероприятия ценны тем, что сплачивают людей, живущих по соседству, дарят им хорошее настроение и положительные эмоции. Тымазинские спортсмены выступили на чемпионате России по борьбе карэш. В личном зачете победителем и призером стали воспитанники спортивной школы номер 2 Айнур Сартаев, занявший первое место, и Разиль Шабиев, заслуживший третье место. Тренируют спортсменов Ренат Яникеев. Возле села Кондракутуй произошла авария с участием трех автомобилей. Столкнулись с Лада Гранта и Датсун Мидо. Ехавшая следом Volkswagen Jetta въехала в стоящий Датсун. В результате ДТП водитель Датсун, его супруга и двое несовершеннолетних детей доставлены в Томазинскую больницу. У четырехлетнего пассажира перелом голени. А теперь перейдем к основным новостям. Чему меня не научила мама? Это тема нового сезона социального проекта в поддержку женщин. О том, как проходят встречи и как можно принять участие в них, смотрите далее. Социально-благотворительный проект Добра Мама – это уникальное пространство, в котором любая женщина сможет найти поддержку и заботу. Сейчас в Октябрьском проходит шестой сезон проекта. Он называется «Чему меня не научила мама». Мы стараемся, чтобы наши встречи были легкие, но у нас есть Лариса Грибова, которая именно в этом проекте у нас проводит именно психологические практики. Участницы проекта каждую неделю проходят мастер-классы и семинары от экспертов из разных сфер. Это психологи, астрологи, визажисты и стилисты, которые дают участникам полезные знания в удобной форме по трем ключевым темам – красота, психология и здоровье. Каждая участница, она уникальна. Вообще, каждая женщина, вот я лично считаю, что каждая женщина уникальна. И мы одновременно можем и чему-то учить, и чему-то учиться друг у друга. На этом как раз и основан, что девушка пришла в проект, она поучилась, поняла, какая здесь такая доброжелательная обстановка. И в следующем проекте она, например, говорит, я хочу быть спикером. Лейсан Валиахметова проходит свой первый сезон данного проекта. Девушка долго жила в Индии, но из-за пандемии ей пришлось остановиться в России. Это не могло не сказаться на ее состоянии. С проектом «Добра мама» она познакомилась еще летом. Теперь она планирует проводить его в своем родном городе. Хочется возвращаться, хочется приезжать, общаться, наполняться, делиться. Поэтому захотелось и в Балах открыть это все. Что могу сказать? Я стала больше уделять внимание своей внешности, скажу откровенно. В Индии на море ты как-то не красишься, особо такая одежда. А вот здесь сразу захотелось так же, как девочки, ходить с красными губами, краситься, что-то такое, наряжаться. Так что я считаю, что меня это вот вдохновило на то, чтобы больше уделять внимание своей внешности. Важной составляющей проекта является работа с психологами по выработке навыков управления стрессом, а также выработка уверенности в себе, умение слышать своих детей, партнеров, коллег, оппонентов. Я была очень воодушевлена проектом. Мне очень нравилась вот эта энергетика, которая там была на проекте. Мне очень нравилось общаться с новыми людьми, получать заряд энергии, бодрости. И что я хотела? Наверное, раскрепощение. В итоге я его получила, раскрепостилась благодаря первому проекту. На второй проект я уже приезжаю конкретно вот на эти психологические практики, которые проводятся с помощью мастер вот этих карт МАК и психологических игр. Посетить встречи может абсолютно любая девушка. Тут можно получить общение с единомышленницами, проработать упражнения по освобождению от чувства вины и обиды, получить поддержку и заботу, развитие и вдохновение. Со всей подробной информацией можно ознакомиться в группе ВКонтакте. Как выбрать живую елку на елочном базаре? Нас часто волнует качество купленной елки. Не хочется к празднику оказаться владельцем елочного скелетика. Как не ошибиться в выборе, расскажем в следующем сюжете. В Тимазинском районе работает 16 елочных базаров. Чаще всего тут можно встретить сосну, ведь многие покупатели отдают предпочтение именно ей. В первую очередь из-за низкой цены. У сосны в отличие от ели – тонкие длинные иголки. Поэтому выглядит она более пушистой и не так колется. Продавец елок и эксперт в своем деле Владимир с радостью поделился с нами советами, как правильно выбрать пушистую красавицу. При выборе елочки, чтобы убедить, чтобы она была свежая, срублена ни месяц, ни полтора, обращаем на сруб. Он не должен быть желтым, беленький, аккуратный. Обратите внимание, при связке елочки она не должна сильно перегибать, чтобы веточка при раскрытии елочки видно будет, потому что не сломалась. И снизу всегда елочка начинает упаковываться снизу вверх. То есть веточки у нас складываются. Смотрим по пышности. Чем меньше ярус на елочке, чем она будет пышнее. Не надо смотреть то, что она вот маленькая, небольшая елочка, и она не будет пышная. Может быть у них ярус маленький, 2-3 яруса, но она будет пышная. Может быть елка и трехметровая, но тоже будет 3 яруса. У них расстояние между ярусами, соответственно, будет больше, но охват к территории комнаты будет больше. Еще один важный момент, когда вы домой елочку привозите, не надо ее сразу пытаться развязать. Пускай елочка часа 2-3 в тепле постоит, чтобы веточки могли оттаять от мороза. Вся смола смогла оттаять, и она сама по себе распушится. И желательно вставить елочки в воду. Небольшой стаканчик под низ. Ну, чтобы говорят по народным приметам, чтобы иголки дольше не падали, можно туда ложить таблеточку аспирина и пол чайной ложечки сахара. Ну, на кто что гораст. И вот еще несколько советов. Будьте аккуратны при транспортировке. Сразу после покупки накройте ее тканью или мешком и несите домой. Сейчас все чаще продавцы предлагают услуги доставки на дом. Ни в коем случае не заносите дерево с улицы сразу в теплое помещение. И не ставьте живую ель к источнику тепла. Это пересушит дерево. Ухаживайте за деревом, чтобы елка как можно дольше оставалась свежей и ароматной. При покупке елки на точке каждый продавец должен предоставить право о том, что он является индивидуальным предпринимателем. Соответственно, должен предоставить договор на право аренды этого елочного базара. Документы должны находиться на точке при продавце. Соответственно, вы имеете полное право посмотреть, откуда елки привезены, с какого района, увидеть, что печати лесничества именно синего цвета, а не какие-то ксерокопии с Азербайджана и прочих национальных республик. Поэтому требуйте документацию. Приобретать елку лучше всего на елочных базарах. Еще один вариант – обратиться в лесные хозяйства или питомники, где деревья специально выращивают на продажу. Ни в коем случае нельзя срубать елки в лесу, в парке или во дворе. Это незаконно. Размер штрафа и незаконная рубка деревьев варьируется от 3 до 5 тысяч рублей. Еще придется возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Его сумма будет зависеть от породы, диаметра и высоты дерева. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Тимазинского района каждую среду в 21.45. Повторы в пятницу в 8 утра и в воскресенье в 21.30. А если вам есть о чем рассказать, пишите нашу группу ВКонтакте – телеканал ЮТВ в Тимазинском районе. Всего доброго и я желаю вам только хороших новостей.